Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня, как вы уже все поняли по названию видео, я иду на мероприятие от футбольного клуба Ахтубе, в котором будут представлять новичков и рассказывать о пресезонных задачах. Постараюсь я снять для вас блог странного мероприятия. Я начинаю на улице слякать, но это не мешает истинным болельщикам посещать столь интересное мероприятие. Я начинаю. Мероприятие будет проходить в отеле Адастан. Вот так он выглядит. Сейчас мы зайдем вовнутрь. День добрый. Честно, неожидан. Прямо такую пресс-конференцию. Пора привыкать. Ну да, у нас новые партнеры. Ну, я очень рад всех вас видеть. Действительно, мы уже соскучились по футболу. Чемпионат стартовал. Хочу всех поздравить, что мы успешно с ним стартовали в чемпионате с победы. Ну, как показывает практика, у нас как 5 лет не было в стартовых матчах побед, да? Статистику кто знает. Да. Последние 5 лет, кстати, у нас в первом матче мы не выигрывали. А в этом году мы выиграли. Чему я рады. Видите, есть определенные успехи, положительные тенденции. То есть отрицательные тенденции ушли куда-то в прошлое. Есть новые партнеры, новые тенденции. Ну да, здесь не поспоришь. С подготовки к матчу, да, с Эльберпесом достаточно новая команда на данный момент. Но сыграла удачно в первом туре, одержала победу. Я думаю, что с хорошим настроением приедет. Я думаю, что простого матча не получится. У легких игр в начале чемпионата не бывает. Ну а для нас, как пока, с практикой вообще таких матчей не бывает. То, что касается дальнейших каких-то моментов. По подготовке, опять же, проблем нет. Погода даже не самая, скажем, комфортная. Но она не мешает всем утрам. В условиях, со своей стороны, естественно, мы хотим порадовать болельщиков наших у нас дома. Была сумасшедшая поддержка в Алма-Ате по выездному матче. И ребята, которые впервые играли в майке Ак-Тубе, почувствовали, что такое фан-движение Ак-Тубе. Что такое болельщики, которые поддерживают в любой ситуации везде, где мы не были, скажем так. Поэтому мы ждем очень сложного матча. Ждем, опять же, хорошей игры, нужного результата. Мы хотим, естественно, серию продолжить. Поэтому посмотрим, как получится. Самый важный матч сейчас получается, что послезавтра для нас каждый следующий. То, что касается задач, я думаю, что лучше озвучить руководство клуба, Иван Ак-Тубович. Но задачи всегда есть, они будут, и мы ориентированы на выполнение этой задачи. Спасибо. Ну, что, всех интересуют вопросы, задачи клуба на 2023 год. Максимальная задача, ну, давайте так, чтобы это было логически, если мы в прошлом году стали серебряными призерами, то есть логически, если мы хотим двигаться вверх, то есть максимальная задача это будет чемпионство. То есть максимальная задача это чемпионство, но то же самое, не ниже, чтобы мы были призерами. То есть вот так вот. То есть, ну, в любом случае, это не значит, что у нас есть, как говорят, да, там, запасной выход, там, призеры, будем играть на чемпионство. Конечно же, соперники очень сильные, подготовленные. Ну, чего нам бояться? Нам надо двигаться вперед. Волка бояться, в лес не ходить. Для чего тогда мы? Если мы ставим задачи, они должны быть высокими. Что касается Еврокубков, в Еврокубках, к сожалению, мы давно не были в Еврокубках, это 9 лет, да, уже, да, прошло, да? 9 лет уже прошло, но и у нас практически нет рейтинговых очков в Еврокубках. Поэтому, ну, мы начинаем со второго этапа. Мы начинаем со второго этапа, ну, и я так думаю, что сразу к нам приедет сильный соперник. Но никто не отменял, то есть и задачей там будет выход в групповой этап. Ну, а по-другому никак. Если играть то, что удачно сыграть или там это, тогда не стоит выходить. Будем готовиться на все игры и международный, и внутреннего чемпионата. Будем готовиться. Поэтому у нас такой прекрасный партнер, у нас такой прекрасный тренер, модератор у нас прекрасный. Поэтому я думаю, что надо ставить высокие цели без этого, ну, никак. Поэтому к этому надо стремиться. Будем стремиться к этому, другого выхода у нас нет. Это награда по достоинству Ваши. И также хочу еще раз рассказать о поддержке, потому что Алибет это делает не только на словах, но и делом. Алибет принял решение оказать финансовую поддержку Вашему 13-му сектору для того, чтобы Ваши перформансы были еще более красочными. 20 тысяч долларов. Алибет принял решение. Это награда всех оттюбинцев. Спасибо за финансовую помощь. Но мы бы хотели бы финансовую помощь, часть определенного, выделить в дом валюты от 13-го сектора. По папку мы здесь не нуждаемся в финансовой помощи. Мы это все делаем от души уже сколько лет. Всем спасибо, Рахмет, Артюбинцы, давайте будем вместе, как обычно. Это награда Ваша. Не только 13-го сектора. Без стадионного полного 13-го сектора не было бы таким, как сейчас. Спасибо большое. Дима Яшин. Центральные защитники. Я думаю, что видны габариты и понятна позиция. Тоже это будет цемент нашей обороны. Футбольный клуб «Торпеда БелАЗ» в Беларуси. Добро пожаловать. Футбольный клуб «Торпеда БелАЗ» тоже достаточно знакомый с Казахстанским болельщиком игрок. Центральный защитник, способный сыграть не только в центре обороны, но еще и в полузащитник. Добро пожаловать. Футбольный клуб «Торпеда БелАЗ» Андрей Афелибович. Атакующий игрок в футболе клуб «Торпеда БелАЗ». Я думаю, что его молодежь и качество знают все. По крайней мере, те, кто интересуется Казахстанским футболом, тоже добро пожаловать. Рассчитываю. Надеемся. Надеюсь, что он будет больше. Лео Струмия. Это наш тигр. Спасибо. Я думаю, что болельщики это уже оценили. Очень много сильных качеств. Достаточно опытный игрок, который должен усилить нашу центральную зону. Большой объем работы, большой опыт, скажем так. Футбольный клуб «Рига» в Латвии. Добро пожаловать. АПЛОДИСМЕНТЫ Милан Айкович, игрок сборной Черногории. Добро пожаловать. Много опыта. Надеемся, что ты здесь проявишь свои сильные качества. Твоя статистика еще будет улучшаться. Ну и сейчас мы знаем, что ты вызвал сборную Черногории. Тебе удачи. Твоих игрок за сбору. Элдер Сонтана, легионер из Бразилии, центральный нападающий из Жилы Сента, Высшая Лига Португалии. Много что писали, но совсем не так. Я думаю, что Элдер же покажет свою силу, покажет свою статистику, результативность. У него очень много наружных качеств. Так что тоже добро пожаловать. Аплодисменты. Наш местный парень, казахстанец, игрок сборной. Не кандидат, а игрок сборной. Большие перспективы, надежды. Очень сильно на тебя рассчитываем. Надеемся. У тебя есть хорошее качество, у тебя есть талант определенный. Необходимо все это реализовать в нашем клубе. Я желаю тебе успехов, удачи, больше побед в Севнам, без травм, ну и хорошую результативность. Добро пожаловать. Каковы будут игры на центральном стадионе? И вообще планируется ли в этом году все-таки ремонт, о котором с того года говорится? И домашние игры, и игры Девы? Можно следующее. Очень сложный вопрос, конечно. Хотелось бы, очень сложный вопрос, хотелось бы на то, что я сегодня готов сказать. Стадион, мы сегодняшний день пока не готов принять. Мы, как и те, когда начинаем на запасном. Почему? Потому что погодные условия не позволяют. Я надеюсь, что при хорошем раскладе, если все хорошо будет, я думаю, что в мае выйдем. Это при хорошем раскладе, если нет, все получится так, как было задумано. Хотелось бы задать вопрос, который беспокоит, в принципе, на данный момент всех болельщиков Ак-Тубе и любителей футбола. Когда поступит в продажу Ак-Тубе, если в мае выйдем. Давайте так. Вопрос хороший. То есть мы сейчас начинаем на, так скажем, запасном поле, да? Да я так, наверное. Слышно же, да? Так меня, да? Да, слышно. Мы начинаем на запасном поле, как бы, вместимость сейчас там на 3000 мест. То есть абонементы сейчас туда, ну, я думаю, что нету вот такой надобности. Как только мы перейдем, как только будет готов центральный стадион, как только мы перейдем, там уже абонементы. Но мы сделаем так, чтобы это или по ценовой политике оно будет дешевле, чтобы до конца года, или мы сделаем такую ценовую политику о том, что это будет на год. На календарный год. Так что все будет, все будет. Как только будет в строй, так мы сразу же с абонементами решим вопрос. Для нас это очень удобно. Для нас это очень удобно. Вопрос к Андрею Владимировичу. В СМИ вас называют тренером одного сезона. Ну, как бы это ни начало, для примера GPS и Газлажа. Вообще, как вы относитесь к таким странам? Спасибо за вопрос. Наболевшись, скажем так. Во-первых, в каждой команде своя история. И каждый год в каждой команде, где я работал, было все по-другому. Первый год и второй год. Поэтому я думаю, что бессмысленно сравнивать. Да, конечно, было достаточно много ошибок с моей стороны. Это нужно признать. Потому что не хватало где-то опыта, не хватало решимости и так далее. Но сейчас я считаю, что в плане как тренер я стал мудрее, старше, опытнее. То есть я постараюсь эти ошибки, которые были, допущены, не допускать. Но и здесь совсем другая история. Мне здесь не позволят это сделать. Поэтому я вижу большой интерес со стороны болельщиков. Мне очень приятно работать здесь. И то, что творилось в прошлом году, это на самом деле фантастика. Были безумные триллеры, матчи, которые мы выигрывали. Мы выигрывали благодаря командным взаимодействиям, именно командному духу. Ну и благодаря в большей степени поддержке болельщиков. Они нас гнали, они нас требовали. И у нас все вместе получалось. Поэтому был такой кураж безумный, который потом в конце оборвался, скажем так. Это тоже немножко такая вот заноза сидит у нас, концовка чемпионата. Но это и есть, наверное, опыт команды, по сути. То есть нужно через это пройти, чтобы стать сильнее. Я уверен, что эти ситуации, которые были в прошлом году в конце, они нам дадут дополнительный опыт. Поэтому мы настроены решительно. Мы с большим энтузиазмом работаем. Работали, несмотря на определенные трудности, которые есть. Тут нам накрыли такой небольшой стол, кофе-брейк, можно сказать, для журналистов. Пришли футболисты и руководство футбольного клуба в ТВ. Продолжение следует...